Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Лучший день И вот на поле Выходит дружок Барбоскин Мяч в ворот Удар и... Ой! Вот, только из холодильника Прости, что так получилось Я ведь не нарочно И как я с таким фонарем домой пойду? А в школе так вообще засмеют Скажут, вот лопух Стоял и смотрел, как ему в глаз мяч летит А ты не говори про мяч Скажи, что получил синяк в драке И дрался нещадно, бесстрашно Как настоящий бойцовый пес Ты подумай, какой авторитет заработаешь Чего глустим, футболисты? Боже мой Тимоша! А это кто с тебя так? Это... Это так Это... В футбол играли и... Подрался, да? Ну подрался, и что с того? Тимоша, между прочим, за правое дело фингал отхватил Он и за себя постоял, и за слабых заступился Правда?! А то! Их знаешь сколько было? Негодяев и хулиганов Девять нацать У всех кулаки, как моя голова. Стоят, малышей обижают. И тут Тимоха подошел, и сразу драка. С первого же удара троих сразу в шесты. Пятеро заворота. Остальные девять вообще разлетелись по сторонам. И только последнему удалось напастить под тяжка. Но Тимоха не растерялся и спас детей. Ты чего такое говоришь? Скромничает. Не стоит. Страна должна знать своих героев. Хм, веется слабовато. Девятнадцать? А как еще, по-твоему, можно получить такое огромное синячище? Уж точно не футбольным мячом в глаз. Ах, Тимоша, какой ты смелый и отважный. Послушай, ты, наверное, совсем из сил выбился после драки. Может, сходим в кафе, поедим мороженого? Ты серьезно? Да я с радостью. Тогда я мигом домой. Только пакеты занесу. Не верю. Роза сама пригласила на свидание. Сегодня лучший день в моей жизни. Вот, учись, как надо закручивать сюжет. Теперь ты у нас герой, а не жертва футбола, которому мячом в глаз заехали. Ага, я так и знала. Попались голубчики. Хулиганы, значит. Да, ух, обманщики. Ну ничего. Лизка! Лизка все узнает и уструет. Героизма! Открой! Возка! Открывай! Они все наврали! Где она? Лизка! Обманщики! Лизка! Обманщики! Лиз, чего это здесь устроили? А это теперь Тимоша вас скажет. Наш гейлой, который отхватил фингал в драке с мячом. Как с мячом? А как же малыши, толпа хулиганов? Вот-вот, он все выдумал. Лишь бы пыль тебе в глаза пустить, гейлой липовый. А-а-а! Мамочки, помогите! А-а-а! Лиза, держись! Скорее! Я сейчас глохнусь! Хватайся за руку! А-а-а! Мамочки, помогите! Ну хватит! Подумаешь, с фонаря снял. Большое дело. Конечно, большое. Ты же мне жизнь спас. И сам из-за этого поствадал. Так что пока полностью не поплавишься, я от тебя не отойду ни на шаг. Хм, можно и отойти. Хм, да пожалуйста. Роз, прости, это все из-за дружка. Какие же вы герои, все-таки скромненькие. Сегодня лучший день в моей жизни. А-а-а! Э-э-э... Лизка, круто! В школу завтра не надо. Каникулы. Ну почему только в книгах мальчик-лади-девочке подвиги совершает? А в жизни никакой ломантики. Ой, с этими контрольными не до романтики. Чуть годовую по математике не завалило. Именно эту тему я и не выучила. Вот невезуха, да? Математичка такая. Сдаем тетради. Все, думаю, двойка. А Тимоха забрался по водосточной трубе и мне дал списать. Вот это подвиг! Вадя, тебя! Ну а ты? А что я? Ну хоть спасибо-то сказала. Ну, я хотела. Но когда вышла из класса, Тимохи не было. А потом забыла. Ну ты даешь. Так иди сейчас, скажи. Да ладно, завтра скажу. Поздно ведь. Спит, наверное. Ура, каникулы! Всем пока! Двужок, подожди! Я с тобой! Роза, у меня репетиция. Я ушла. Пока, мам. А у меня тренировка. Я тоже ушел. С Тимохой в футбол играем. Ой, мне ж Тимоха нужен. А где вы будете? На площадке около школы. Ага, я обязательно приду. Мне ему спасибо сказать надо. Бедная Люси. 158 серия. Бедная сирота Люси нанимается на работу служанкой к породистому бизнесмену Мухтару. Так, ладно. Тимоха никуда не денется, а сериал-то пройдет. Однако он не знает, что Люси – ночь его босса, крупного бультерьера Шеваля. Я никогда не забуду, что ты сделал для меня. Вот это чувство. Я никогда не забуду. Ой, мне же к Тимохе надо. Слушаю. Привет. Сонь, давай скорее. Мне некогда. Ух ты. Никогда бы не подумала. Ага. А опаздываешь? Ну, вообще. А я будто не опаздываю. Ну, что я, голодная, что ли, пойду? М-м-м, еще один оладушек? А сейчас новости футбола. Тимоха! Я совсем забыла! Ну, давай, брат. Пока. Ну, ладно. Пока. Увидимся. Пока, Тимоха. Пока, Тимоха. Тимоху не видели? А мы его проводили. Уехал. Мы тебя около школы ждали, ждали. Думали, ты придешь. Тимоха хотел попрощаться. Мы к нам домой пошли, а тебя не было. Я хотела, а он уехал. И что же теперь делать? Я его так и не поблагодарила. Просто возьми и позвони. Абонент недоступен. Недоступен. А не надо было откладывать на потом. Розь, да ладно тебе! Генка у нас гений. Он точняк что-нибудь придумает. Спасибо, Тимоха, Роза. Розыгрыш Тимоха приехал! Здорово, сосед! Теперь весь двор будет на ушах стоять! Тимоха вернулся! А помнишь, как мы розыгрыши устраивали? Как наши розки резиновых мук в пастель запустили? А помнишь, как ей муку в фен насыпали? Да, были времена. Она у нас по струнке ходила. А теперь совсем от рук отбилась. Но с тобой мы ее проучим. У меня есть идея, закачаешься. Пошли ко мне, расскажу. Ух ты, пух ты, Тимоха! Малыш, какой ты большой стал! А Роза, смотрю, совсем не изменилась. Я не Лоза, я Лиза. Привет! Чего застыл-то? Пошли в мою комнату! Розка завтра собирается на дискотеку. Ну, я потихоньку исчезаю. И Розка будет сидеть с малышом. Одного же она его не оставит. Ха, дискотека накрывается. Но тут появляешься ты! Давай посижу с Милким. И Роза вся такая радостная отправляется на дискотеку. Не спать! А, что? Да-да, я тут. Так вот, ты по рации сообщаешь мне. Птичка вылетела из гнезда. И когда она выходит из подъезда, я дергаю за веревочку и... А может, ну его? Что мы как дети малые? Ты мне хочешь все испортить, что ли? Если струсил, так и скажи. Сам ты струсил? Просто водой окатить? Серьезно как-то? Точно! Надо краску развести! Тимоха, ты гений! Хомяк, Хомяк! Я Суслик! Как обстановка? Прием! Как меня слышно? Прием! Не буду я участвовать ни в каких розыгрышах. Ой, Тимоха! А я твой голос услышала. Будь добр, посиди с малышом. А то я на дискотеку опаздываю. Конечно! То есть, это... Тимоха, какой ты хороший! Ух ты, бух ты, Тимоха! Роза, может тебе не ходить сегодня никуда? А что, плохо выгляжу? Как раз наоборот. А ты зонт возьми. Вдруг дождик. Или еще чего похуже. На небе не облачко. А зонт к моему платью не подходит. Что у тебя за штука? Ну, ну, что там у вас? Ладно, мальчики, развлекайтесь. Я побежала. Ага, слышу, птичка вылетела из гнезда. Нет. Нет. Роза, стой! Гвоздь мне в кеды заехал. Нет! Ты что, с ума сошел? Я это... Что за шутки такие? Ну, вообще... Отличный бросок! А я уж думал, все, конец розыгрышу. Ведро-то заело. Как заело? А? Смотри-ка, сработало. Тайный поклонник. Ну что, дырка из команды решеток, готов? Давай, давай, Мазила, попробуй. Гол! Ну что, так и будешь всю жизнь мечтать? Действовать надо. Цветы ей подари или конфет каких. Девчонки, как мяч. К ним главное подход найти. Да не, не могу я. Мне легче алгебру и геометрию за день выучить, чем с Розой поговорить. Она как посмотрит. Я вообще ничего не соображаю. Да, тяжелый случай. Я-то знаю, как у тебя с алгеброй тяжело. Не говоря уже о геометрии. Слушай, тебе надо замаскироваться. Наденешь маску, будешь себя увереннее чувствовать. И сможешь ей в любви признаться. А если что не так пойдет, она и не поймет, что это ты был. Ну, не знаю. Может и сработает. Здравствуйте. Вы к вам? С чего ты взял, мальчик? Я не к вам. Я тут сам по себе гуляю. Прогуливаюсь. Дяденька, у вас цветочек упал. Слушай, мальчик, у меня появилась хорошая идея. Передай все это своей сестре. Скажи от тайного поклонника. Мама с папой не разрешают нам ничего брать. У незнакомых. А какой сестре? Малыш, с кем это ты тут болтаешь? Какой-то дядя тут странный стоял, в маске. Сказал передать это все сестре от тайного поклонника. Ух ты, мне конфеты. Шоколадненькие. Вот это да. Что? Ты так с ней не поговорил? Ну, ты даешь. Да все нормально получилось. Малыш ей передаст, вроде как от тайного поклонника. Эх ты, Ромео. Ладно, матч еще не проигран. Завтра действуем так. Какой удачный поклонник. Жаль только, что так мало. Это опять тебе от поклонника секретного. У двери оставил. Сегодня в 7 вечера вдвое буду ждать. Твой навеки тайный поклонник. Класс! Может, еще чего вкусненького принесет. 7 часов. Сейчас должна выйти. Эй, ты. Как там тебя? Тайный поклонник с конфетами. Я пришла. Заставлять даму ждать неприлично. Дырявый мяч. Чего тут Лизка-то делает? А, я тебя заметила. Немедленно выходи. Дело плохо. Гвоздь мне в кеды. Сюда идет. Ты это все придумал? Вот теперь сам и выкручивайся. Эй, а ну стой! У меня конфеты закончились. Привет, Тимоха! Роза! То есть это... Привет! Давай я тебе помогу? Давай, конечно. Хе-хе-хе. Поклонник, отдай конфеты. Спасибо, Тимо. Да что ты, не за что. Значит так, еще я люблю торт Наполеона, клубничное воение. Отпусти меня, пожалуйста. Дальше. Ты тайный поклонник или вообще кто? Я еще не закончила. Клубничное воение. Шоколадные кексики. Крамельки. Любые. Зефил. Опустил. Бум-бум. Шокотака. Роза, а пошли в кино. Хе-хе. Нет, лучше так. Роза, может в кино? Роза, а пойдем сегодня в кино. Или Роза. Вот это да. Ага, ага. Минуточку. Привет, Тимоха. Дружок дома, проходи. Ага, слушаю. Да ты что? Ага. Привет. Привет, Тимоха. Дружок, вот, например, у меня есть друг. И мне, то есть ему, ну, этому другу, нравится одна девочка. Она не обращает на моего друга никакого внимания. Ну вот что ему делать? Тимоха, а твой друг случайно не в кепке ходит? Ну, в кепке. А его случайно не Тимоха зовут? Ха-ха-ха-ха. Передай своему другу, девчонкам нравятся крутые и модные парни. А сегодня в моде рэп. Стань крутым эмси. Девчонки все твои. Йо. О? Ой, да ты что? А он что? А ты? Вот это да. Я парень крутой, модный такой. Зовут Тимоха, накачан неплохо. Девчонки за мной, бегут толпой. Я слушаю, я слушаю. Да. Не может быть. Йо, сестричка, как дела? А у меня, как Сажа Белар. Я не унываю никогда. С Тимохей все, как с гуся вода. Можно потише, а? Даже по телефону спокойно поговорить не могу. Йоу. Ой. Тимоха, все будет нормально. Но не любит она рэп. Кто ж знал-то? О, сейчас выясним, чем увлекается моя сестренка. А? Тимоха, все в твоих руках. Дружок, это, наверное, к тебе пришли. Не знаю, кто, но выглядит странно. Ага. Слушаю. Да ну. Ты наполняешь мою жизнь, ангел мой. Я буду петь тебе вечно. Будь со мной. Тимоха, ну ты красавец. Будь я русской, не устоял бы. Ну что, порядок? Не уверен. А знаешь что? Она постоянно мексиканские сериалы смотрит. Не оторвать. Может, ей мексиканцы нравятся, а? Брависсимо! Брависсимо! Это точно сработает. А он что? А ты? Ага, ага. Вот это да. Что? Так, хоккей мне парни нравятся. Даже не знаю. Главное, чтобы не строили из себя ничего. Нравится, чтобы парень, ну, просто был самим собой. Да. Да. Самим собой, самим собой, самим собой. Вот тебе и бум-бум с шокотакой. А, Тимоха, привет. Роза, пойдем в кино? Пойдем, конечно. Хм. ВОЕННАЯ ТАЙНА ВОЕННАЯ ТАЙНА Роза, ПЛЮС ТИМОФЕЙ Эй, погоди! Это нельзя читать! Равно любовь до конца дней. Малыш, отдай! Стой! Тили-тили-теста, жених и невеста. Это ты сам написал? Тише, малыш. Ты знаешь, что такое военная тайна? Нет. Военная тайна – это когда ты что-то узнал, но никогда и никому об этом не скажешь. И даже Розе. Розе ни за что нельзя! А мама говорит, чтобы я Розе все рассказывал, потому что она уже большая и плохого не посоветует. А военную тайну никому нельзя рассказывать, даже маме. Если ты дашь слово, что никому не скажешь, я куплю тебе мороженое. Прямо сейчас? Прямо сейчас. Ладно. Возьми меч и повторяй со мной. Я никому не скажу, о чем прочитал в записке Тимофея, потому что это военная тайна. Я никому не скажу, о чем прочитал в записке Тимофея. Ох! Тимоха, как тут наш проказник? Еще не надоел тебе? Да нет, что ты! Отличный парень! Я за мороженым. Спасибо, что посидел с ним. Да не за что! Мы военную тайну играем. Нам нельзя никому говорить, что написано в записке Тимофея, особенно тебе. А почему это мне особенно? Наверное, потому что ты тайны хранить не умеешь. Очень нужны мне ваши тайны, глупые! Мне это, конечно, совсем не интересно. Но я считаю, что между сестрой и братиком не должно быть никаких тайн, даже глупых. Так что там было у Тимофея в записке? Военная тайна. Ну, пожалуйста, расскажи. Военная тайна. Так вот, как ты относишься к любимой сестренке. А если сестренка будет плакать, ты тоже не скажешь? Ну что, и теперь не скажешь, а? Ну и оставайся за своей тайной. Если ты расскажешь, я попрошу маму, чтобы она разрешила тебе завтра смотреть мультфильмы целый день. Целый день? Ага. А ты точно никому не скажешь? Конечно нет. Ну, говори. Военная тайна – это когда ты что-то узнала, но никогда никому об этом не скажешь. Не могу сказать. Мороженое! Держи! Тимоха, представляешь, Роза сейчас пыталась у меня выведать, что было написано в этой бумажке. Но я ей не сказал, что там написано. Роза плюс Тимофей равно любовь до конца дней. Правда я молодец? Бежим, скорее! Скорее! Куда? Роза, скорее надень это! Зачем? Надевай! Будем военную тайну спасать! Роза, обещай, что никому и никогда не скажешь, что Тимоха написал на бумажке. Роза плюс Тимофей равно любовь до конца дней. А-а-а! Обещаю! Ну вот, Тимоха, теперь она с нами заодно. Больше про это никто не узнает. А-а-а! Поросенок, обещай, что никому и никогда не скажешь. Как все-таки нелегко. Держать военную тайну. Розыгрыш Тимоха приехал! Здорово, сосед! Теперь весь двор будет на ушах стоять! Тимоха вернулся! А помнишь, как мы розыгрыши устраивали? Как наши розки резиновых муф в постель запустили? А помнишь, как ей муку в фен насыпали? Да, были времена. Она у нас по струнке ходила. А теперь совсем от рук отбилась. Но с тобой мы ее проучим. А то! У меня есть идея, закачаешься. Пошли ко мне, расскажу. Ух ты, пух ты, Тимоха! Малыш, какой ты большой стал! А Роза, смотрю, совсем не изменилась. Я не Лоза, я Лиза. Привет! Чего застыл-то? Пошли в мою комнату! Розка завтра собирается на дискотеку. Ну, я потихоньку исчезаю. И Розка будет сидеть с малышом. Одного же она его не оставит. Ха, дискотека накрывается. Но тут появляешься ты! Давай посижу с Мелким. И Роза вся такая радостная отправляется на дискотеку. Ха-ха, ля-ля-ля-ля. Не спать! А, что? Да-да, я тут. Так вот, ты по рации сообщаешь мне. Птичка вылетела из гнезда. И когда она выходит из подъезда, я дергаю за веревочку и... А-а-а! А-а-а! А-а-а, может, ну его? Что мы как дети малые? Ты мне хочешь все испортить, что ли? Если струсил, так и скажи. Сам ты струсил! Просто водой окатить... Ну, серьезно как-то. Точно! Надо краску развести. Тимоха, ты гений! Хомяк, Хомяк! Я Суслик! Как обстановка? Прием! Как меня слышно? Прием! Не буду я участвовать ни в каких розыгрышах. Ой, Тимоха, а я твой голос услышала. Будь добр, посиди с малышом. А-а-а, а то я на дискотеку опаздываю. Э-э-э, конечно! Э-э, то есть, это... Тимоха, какой ты хороший! Ух ты, бух ты, Тимоха! Роза, может тебе не ходить сегодня никуда? А что? Плохо выгляжу? Эх, как раз наоборот. А ты зонт возьми! Вдруг дождик? Или еще чего похуже? На небе не облачко. А зонт к моему платью не подходит. Что у тебя за штука? Ну, ну, что там у вас? Ладно, мальчики, развлекайтесь. Я побежала. Ага, слышу, птичка вылетела из гнезда. А-а-а-а-а. Ля-ля-ля-ля. Э-э-э, нет, нет. Роза, стой! Гвоздь мне в кеды. Заела? Нет! Ты что, с ума сошел? Я это... Что за шутки такие? Ну, вообще... Ха, отличный бросок! А я уж думал, все, конец розыгрышу! Ведро-то заела! Как заела! А? А-а-а! Смотри-ка! Сработало! Ха-ха-ха! 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 Требует жертв! Хм... Ха-ха-ха! Капельки нужно! Ну, две! Одну! Мне очень-очень нужно! И не входить! Не дал! А времени совсем нет! Как же мы пойдем с Тимохой в кино? Лиза, может ты попросишь у Гена ацетон? Не даст! Это же реактивы! Что же делать? Ух ты, пух ты! А кто сегодня со мной будет играть? Лоза! А я в библиотеку! Удачи! Малыш, ты в шпионов играть любишь? Семь... Восемь... Девять... Десять... Что? Уже открыть некому? Нашел! Странно... Никого! Эй! Кто здесь? Что там такое? Ох! Я же ключи забыла! Малыш, что ты здесь делаешь? Я... Эй! Эй! Осторожно! Ацетон? Он же на полке стоял! Мне же всего три капельки нужно! Ну, рассказывай! Мы с Розой в шпионов играли! Я провалил миссию! Угу... Понятно! Мне вот теперь интересно, кто всё это убирать будет! Только бы никто не увидел меня с такими ногтями! Роза! А? Ты меня встречаешь? Нет! То есть... Да! В смысле... Привет, Тимоха! Как дела? Дела хорошо! А что ты прячешь? Ничего! А что мне прятать? Тогда... В кино? Ты поезжай! А я не могу! Почему? О! Это она! Агент Малыш! Наручники! Класс! Вы меня выручили! Спасибо! Теперь ваша миссия – уборка! Как? А кино? Эй! Красота! Требует жертв! А-а-а! РОМАНС! РОМАНС! Что же сделает? Только не надо! Вот еще с железякой возиться! С некоторыми железяками возиться приятнее, чем с некоторыми собаками! Кого это ты имеешь в виду? Кого-кого! Вот уроки делать мне кто-нибудь кроме него помогает? Нет! А песни так же петь кто-нибудь умеет? Вот спой что-нибудь! Я встретил вас, и все былое в отжившем сердце… Хватит! А теперь ты, Робик! Я встретил вас, и все былое в отжившем сердце ожило. Я вспомнил время, время золотое… Ну и пожалуйста, встретил, не встретил? Ты куда? У меня тренировка уже началась, опаздываю! А я хотел в гран-при поиграть. Да играй! Только смотри, мой рекорд не побей! Чао! На трассу Сильверстоун выходит Тимоша Белохвостиков! Я встретил вас, и все былое в отжившем сердце… Ну и пожалуйста. Помогите! Помогите! Вот встретил, так встретил! Я сейчас! а ты говорила робот лучше а спас тебя я а я сейчас розу спас молодец ее робот твоего дворе подкидывал подкидывал и на дерево закинул сломался наверное не мог мой робот просто так взять и сломаться ну-ка пойдем посмотрим у меня за окном веб-камера установлена чтоб жизнь птиц наблюдать когда говоришь это было да вот только что спасите помогите и не сломался она сама на дерево залезла сама в 1635 году произошло объединение собачьего царства пёсий хвост правил еще десять лет на смену ему пришел полкан мудрый как же все это запомнить роза я и я а пойдем сегодня в кино не могу у меня завтра экзамен ну тогда в театр а ну да а чего это ты врываешь себе стука ну ты же когда подкидывалась бум а потом я бац ну и я вот я тогда пойду тимоха ладно уж так и быть пойдем завтра в кино я встретил вас и все былое в отжившем сердце ожило а